Здравствуйте! Приветствую вас на канале Прецветок. С вами Ломонос Петр. И сегодня мы поговорим о баклажанах. Культура, которая пока еще не оценена по достоинству нашими огородниками. Она очень полезна для нашего здоровья. Употребление плодов баклажанов способствует тому, что разрушается холестерин, который находится в нашем организме. Разрушаются холестерины и, значит, повышается наш жизненный тонус. Кроме того, употребление плодов баклажанов предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Так что овощ очень ценный. Мы его видим чаще всего в привозном варианте. А под силу вырастить его и нам, в среднем полосе Беларуси, исходных с нею районов. Что необходимо знать о баклажанах? Баклажаны теплолюбивая культура. И вот они происходят из Индии. И многие наши огородники допускают такую большую ошибку. Раз она теплолюбивая, ее высаживают в теплицах. А вот теплица и баклажаны как раз и имеют проблемы с выращиванием. В чем они заключаются? Ну, во-первых, в теплицах баклажан, воздух не такой обильный, как на улице. Нету такого потока воздуха. И накапливается как бы баклажанный дух. На этот дух считаются колорадские жуки. Поэтому многие ваши огородники убедились, что если у теплицы растет один, два, три баклажана всего лишь, слетаются жуки со всей округи. Вы приходите, они едят живьем ваши растения. Они съедают растения, стебель, едва ли не до корня. Многие в этом убедились. Следующая напасть, которая подстригает наши баклажаны в теплицах, это то, что они сильно повреждаются паучиным клешком. И поэтому возникает проблема, то ли принимать какие-то действительные средства против паучиного клеша и, соответственно, иметь баклажаны с химией, то ли вообще их не выращивать. Поэтому многие как бы в силу этого тоже не хотят выращивать баклажаны. Ну и самое третье, что еще наши огородники испытали при выращивании баклажанов в теплицах, неважно поликарбонатных или пленочных, это низкая урожайность. А почему низкая урожайность? Потому что баклажан – это такая культура, которая имеет очень тяжелую пыльцу. Опыляется баклажан ветром, то есть ветроопыляемый. Насекомые почти на него не садятся. Несмотря на то, что цветы его вот такие фиолетовые, сиреневые, очень красивые, очень нарадные. И пыльца переносится ветром. Но она переносится не далее одного метра. Поэтому в теплицах как бы дуновения ветра нету, и наши баклажаны не опыляются, и, соответственно, завязывают мало плоду. Совсем другое происходит, если вы виражите баклажаны на улице. Вот они растут у меня. Они растут прекрасно. Их не повреждает здесь колорадский жук. Потому что ветер как бы разносит эти запахи по всей округе. Это раз. Паучины клеш не нападают. Потому что для него условия на улице – это очень неблагоприятные условия. Он тоже не любит ни сквозняков, ни холодных ночей. Как бы поэтому не хочет селиться на баклажанах. Ну и добавок, ветер, который есть на улице, помогает баклажанам хорошо опыляться. Практически с каждого куста я собираю где-то порядка 10-12 плодов. Что еще необходимо отменить по этой культуре? Пока так доходить до агротехники, как выращивать все дальше. Знаете, баклажаны в силу своих особенностей происхождения, они приспособлены к 12-часовому дню. Сейчас же у нас июнь, июль месяц идет. День, конечно, гораздо длиннее. И поэтому баклажаны наши как бы растут, но не плодоносят. Более короткий день снижается, короткий день способствует тому, что баклажаны начинают обильно цвести и плодить. Ну здесь очень хорошее подспорье нам оказывают такие вот парнички, которые вы видите у меня. Такой парничок, я прикрываю наполовину его спонбондом. Такая причинка, как бы уменьшать световой день для наших баклажанов. Ну есть, конечно, и светло, но в то же время как бы это тень. Эта тень способствует тому, что баклажаны уже начали зацветать. Они уже начали зацветать и будут формировать плоды. Ну и далее, что необходимо знать по агротехнике баклажанов? Чем агротехника баклажанов отличается от агротехник других культур, в частности перца? Ну, во-первых, чтобы под баклажаны мы унесли большое количество пирогноя, это понятно. Органику он любит. И органические подкорки точно так же. Очень благоприятствуют росту баклажанов. Далее, будем делать что? Чтобы быстрее росли наши и наливались наши плоды. На баклажане мы видим, есть нижние листья, они уже начали желтеть. Есть пасынки. И эти нижние листья, пасынки мы будем удалять. Удаляем, как бы, ну, где-то примерно до сантиметров 10 от земли мы все удаляем. В дальнейшем мы будем удалять и выше. Но пока 10 сантиметров от земли, на таком расстоянии мы удаляем и пасынки, и листья. Потом, баклажаны у плоды крупные. Поэтому, что мы сделаем? Мы прольем наши баклажаны водичкой после этого. И возьмем, присыплем золой, для того, чтобы они подворожнили и окучим. Такое окучивание на баклажанах мы проводим дважды. Плоды очень крупные, чтобы они потом кусты не клонились, не ломались к земле. Мы окучивание, два окучивания, придаст устойчивость нашим растениям в дальнейшем. И нам нет нужды будет искать какие-то там палки, какие-то пруси или что, чтобы подвязать наши баклажаны. Они будут твердо стоять на своих ногах. Ну и далее, что я делаю еще с баклажанами? Подкормки подкормками. Но любая подкормка будет восприниматься сильнее, если у растения будет хорошая корневая система. А хорошую корневую систему я создаю с помощью такого препарата, который называется стремительный рост. В этом препарате микоризные грибы. 100 мл препарата, растворяем 10 литров воды. И после того, как мы окушали баклажаны, краям бороздок мы прольем обильно этим препаратом. Прольем наши растения. Они начнут формировать мощную корневую систему. И поэтому последующие подкормки. Это участница та же зеленая бродиловка, которую, я думаю, вы уже научились делать. Та же подкормка дрожжами. 100 грамм на 10 литров воды. Вот. Придадут нашим баклажанам очень быстрый рост. Наши баклажаны будут, после того, что мы создадим условия для микоризы, дадим органическую подкормку, наши баклажаны будут просто выходить из себя, давать большое количество цветков и большое количество плодов. Но необходимо учесть вот что. Что уже в конце августа у нас будет много завязей на растениях. Но верхушки необходимо будет прищепнуть. Это в наших условиях такой растительский прием делаем в конце августа месяца. И за сентябрь месяц все наши баклажаны дозреют на корню и подарят нас шедрым урожаем. Поэтому, если вы здесь такие работы, вы убедитесь, что культура не такая капризная, не такая трудная культура. Просто необходимо знать ее особенности. И поймите, что для открытых грунтов у наших условий идеален. Потому что климат изменился, а мы этого не учитываем. Мы все занимаем теплицей. А проблему теплицах я уже назвал вам. Открытый грунт – это то, что надо ли этой культуре, которая была на вашем столе и напоминала вам куст грибов. Приятного аппетита. До свидания.